И всем привет, ребят! С вами Сыр Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящён одной интересной теме. Сегодня у нас 1 сентября. Всех тех ребят, которые пошли в школу, поздравляю с началом учебного года. Но у нас в нашей любимейшей игре стартовал новый челлендж. Это челлендж, который в очередной раз поменялся и поменялся до той степени, до которой я решил, что ну, записать видос будет неправильно. Просто оставить без внимания всё это дело и как-то пройти мимо. Сегодня, ну, вернее, даже вчера после выхода анонса челленджа мы вместе с вами увидели то, что у нас теперь не будет скин-контейнера и то, что цена боевого пропуска теперь не полторы тысячи, а тысячи. При этом количество звёзд для полного прохождения челленджа осталось три тысячи, но изменился последний приз, в котором раньше можно было получить непосредственно скин-контейнер. Сейчас же здесь есть только танкоины и на сорок девятом уровне добавили недельный контейнер. За счёт того, что цена стала меньше, кто-то может быть скажет, что вау, круто, цена меньше, что-то хорошее. Но сегодня я вам скажу, что не всё так хорошо и здесь есть определённые подводные камни и и в очередной раз челлендж стал ещё хуже. Если у ребят, у кого-то были возможности приобретать скин-контейнеры и из них выбивать скины, то это ещё, может быть, не так плохо. Ну а если те ребята, которые получали скин-контейнеры и при этом зарабатывали со скин-контейнера 500 танкоинов, то для них полноценно этот челлендж уже намного хуже. То есть я не знаю, может кому-то эти скины и нужны были, но те ребята, у которых они были определённые, это минус. И сейчас мы всё это дело с вами разберём на цифрах. Я сразу открыл архив челленджей, открыл прошлый челлендж, который у нас был август 2 и полноценный челлендж, который у нас уже сегодня стартовал. И если просто посмотреть на сухие цифры, то изначально кажется, что здесь никаких особо изменений нету, но если чуть-чуть углубиться и посмотреть лучше, то можно заметить то, что кристаллов в этом челлендже уже меньше на целых 15 тысяч, чем было в августе во втором челлендже, да, и до этого в августе первом я тут смотрю. Ну, я думаю, что там и дальше примерно похожая ситуация. Ну, ориентируемся исключительно на августе втором. Дальше. По танкоинам изменений никаких нету, 500-ку все так же можно забрать. Здесь по расходке тоже нет изменений, за исключением батареек. Батареек у нас на целую сотку меньше. Красок столько же, устройств и на одно больше, но при этом я уверен, что устройства, которые будут даваться, это будет пятое устройство постоянное, которое будет за кристаллы, и при этом я уверен, что, ну, оно не будет там каким-то сверхудивительным, сверхкрутым. По контейнерам то же самое, ну, и здесь есть изменения за счет того, что появляются недельные конты вместо скин-контейнера, и как бы в целом кажется, что все примерно так же. Но я не знаю, зачем тогда уж полноценно менять челлендж, убирая из него скин-контейнер и делая его дешевее, но при этом делать меньше, например, заработок по кристаллам, по батарейкам и по этим всем параметрам. Почему нельзя, например, добавить ту же премку и как-то, ну, подбустить, подбустить этот челлендж. Почему его делают дешевле и делают меньше? Ориентируясь и, наверное, обращая больше внимания исключительно на то, что повышают на целый один слот, а именно на целое одно устройство. Но, как я уже сказал, я думаю, что это абсолютно не так. Да, и это устройство будет какое-то дешевое. Да, то есть, если вообще просто посмотреть, что здесь дается. Боевая головочка на страйкер полноценно. Викинг, иммунитет от поджога, иммунитет от подавления есть на что-то, только тут у меня не показывается корпус, утяжеление на вас. И здесь что-то еще было. Где-то я пропустил, но дестабилизация на рельсу, да. То есть, ну, я вообще уже ничего не хочу говорить про эти челленджи, да. То есть, вы знаете мою позицию, вы знаете то, что я уже давно их не покупаю, не покупаю боевой пропуск, да. Я уже даже не помню, какой я последний покупал. Так что-то там было какое-то предложение неплохое. А! Было предложение со страйкером. Со страйкером. Вроде как. Соглушение страйкером. Вроде его я приобретал последним. Либо же после него еще было какое-то одно замечательное устройство и все. Да, то есть, за полторы тысячи вроде я всего лишь один челлендж приобрел. И здесь опять у нас полноценный фикс. При том, что, ну, как бы аргументируем, аргументируем и как-то говорить, что вы сделали лучше. Я даже не знаю за счет чего. За счет чего лучше? За счет того, что убрали скин-контейнер. При том, что есть те ребята, которые, например, ради него покупали боевой пропуск, а те, у которых он как бы, ну, как бы уже все скины есть, они получали, ну, вот как бы эту пятьсоточку и при этом за счет того, что задешевили, лучше стало ни тем, ни другим. То есть, только те ребята, которые, например, хотели скины выбивать и получать какие-то новые предметы, они их теперь не смогут приобретать таким образом, да, за счет боевого пропуска, за счет прохождения челленджа, а те ребята, у которых эти все скины были, они, по сути, и заработка как бы еще меньше получают. Я не знаю, конечно, те ребята, которые проходят челленджи, у них есть ли вот эти все устройства, есть ли у вас вообще в большинстве устройства, напишите по этому поводу, кто покупает боевые пропуска, но для меня максимально странно, да, я, конечно, уже ничему не удивляюсь, потому что сколько раз я уже говорил, что эти челленджи давно устарели, и их либо нужно кардинально менять, вообще все призовые цепочки, линейки, все надо менять, просто кардинально, чтобы это стало интересно вновь, потому что, ну, этот дефолт уже, который длится там, наверное, почти второе, может даже больше, год, да, то есть, ну, для меня это уже все абсолютно скучно, неинтересно, и при том, что он проходится, ну, как бы, я даже на него не смотрю, он сам проходится, этот челлендж, да, там, выполняешь особые миссии, какие-то еще что-то, и все, да, то есть, оно все само работает, и после этого вы, как бы, его еще и полноценно хуже делаете, для чего, зачем, что при этом вы хотите показать, наоборот, надо было что-то добавлять крутое, хотя бы какую-нибудь дополнительную премочку, а я бы вообще задумался о том, чтобы, например, уменьшить количество этих уровней, просто сжать количество призов, и там, сделать, пусть там у тебя будет 10, да, их, но они бы там были бы каждый уровень, там, по 500, например, условно, да, и призы были бы хорошие, сразу было бы видно, что ты получаешь хорошую котлетку, хороший приз, ну, и при этом добавили бы какие-нибудь крутые, дополнительные, новые ништячки, которые были бы реально интересны, а не вот это вот, дефолтное челленджа прохождения, в очередной раз я недоволен, в очередной раз не знаю, не знаю даже, чему идут эти челленджи, к полноценному событию, когда их уже не только я, и какой-то определенный круг лиц не приобретает, но я имею ввиду боевый пропуск, а уже может и скоро большое количество игроков не будет в этом заинтересовано, как-то так, друзья, пишите, что вы думаете по поводу обновления челленджа, по поводу скин-контейнера, которого больше нет, ну и напишите, пожалуйста, покупаете ли вы замечательный боевой пропуск и будете ли покупать его в дальнейшем, если покупали, и как вы относитесь к этому всему делу, у меня, друзья, на этом все, обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписываться на канал если еще вдруг не подписаны, с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!